История, сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого примера поучения для настоящего, предостережения для будущего, сказал автор Дон Кихота Мигель де Сервантес. Так, 26 ноября прошел тест по истории Отечества во всех субъектах России, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, где к участию пригласили наших соотечественников и даже иностранцев, кому не безинтересен исторический путь России. В Казанском университете акцию приняли сразу три площадки. Юридический факультет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, а также Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Не банально будет сказать, что без прошлого у нас нет будущего. Соответственно, данный тест предназначен для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его пола, возраста и, в принципе, социального положения, окунулся в историю нашей страны, знал ее, понял, возможно, где у него есть пробелы. Естественно, это патриотическое воспитание, само собой, это повышение уровня грамотности наших граждан. Ну и, конечно же, знание истории – это, в первую очередь, гордость за свою страну, это понимание того, что у нас было, как это было и как будет. Всего на диктант пришло более 200 человек. Участие приняли школьники, учителя, студенты, преподаватели Казанского федерального университета и других вузов Республики Татарстан. Организаторами выступили Молодежный парламент при Госдуме Российской Федерации, а также Общественная молодежная палата при Госсовете Республики Татарстан и Лига студентов Татарстана на региональном уровне. Тестирование заняло 40 минут, в течение которых участникам нужно было ответить на 40 непростых вопросов, охватывающих период с 882 года и до наших дней. Вопросы были разработаны крупными учеными, представителями исторической школы МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.